По состоянию на сегодняшний день в области потоплено более 500 приусадебных участков и более 100 домов. На потопленных территориях проживает около 600 человек. На особом контроле Бельский, Жарковский, Сележаровский и Калининский районы. Здесь подготовлены пункты временного размещения, сделаны запасы продовольствия и медикаментов. Ведется круглосуточное дежурство опергрупп спасателей. За нашей спиной находится отрезанный населенный пункт. В том числе помогаем гражданам на технике высокой проходимости, завозим продукты, вывозим тех граждан, которым необходимо покинуть данный населенный пункт. Есть наиболее, скажем так, проблемные участки, есть где еще населенные пункты, есть альтернативные пути выезда. Соответственно, хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы альтернативные пути в обязательном порядке использовались. А где населенные пункты, которые действительно уже отрезаны, то здесь, ни всяких сомнений, вот такие мероприятия организовываются. Среди примеров четкого межведомственного взаимодействия территории Калининского района. В Тургиновском сельском поселении подтоплено более 100 домов. По словам руководства муниципалитета, помощь населению оказывается в круглосуточном режиме. Граждане проинформированы о ситуации. Угрозы жизни нет. Повещение было очень хорошее. Были разданы листки. Всем в листках были даны сотовые телефоны всех руководителей, начиная от главы администрации и всей экстренной помощи, которой нужно было. Все, что нужно было, все поставили немедленно. Экстренно реагировали на все звонки. Несколько человек спасли, четыре человека. Лично я смотрел, как происходило, спасали людей. На сегодняшний день общая группировка сил и средств функциональных и территориальных подсистем ЧАЭС на территории Тверской области составляет 368 человек и 183 единицы техники, 18 плавсредств. Проблема – повадка на личном контроле губернатора.